Здравствуйте! В эфире специальный выпуск новостей недели, который посвящен шанхайскому автосалону 2019 года. И в ближайшие 10 минут мы расскажем вам обо всех самых интересных и ярких новинках. Поехали! На 18-й международный автосалон в Шанхае кроссовер Mercedes-Benz GLB приехал в статусе шоу-кара. Тем не менее, модель фактически готова и выйдет на рынки Европы и России в конце нынешнего года. Технический кроссовер близок с сородичем по модульной платформе MFA, на которой построено все семейство Mercedes-Benz А-класса, а также кроссоверы GLA и GLC. В Шанхае машина дебютировала с одним мотором. Это двухлитровая турбочетверка с отдачей 224 лошадиные силы и 350 ньютон-метров. В пару к нему идет восьмиступенчатый робот. Коричневый интерьер концептуального GLB украшен кожей Nappa и Nubu, ореховыми и алюминиевыми вставками. Этот концепт-кар рассаживает 7 пассажиров на немного удлиненной платформе А-класса. Он вместительный внутри и все еще компактен снаружи. Второй ряд сидений сдвигается в диапазоне 14 сантиметров. Спинки разделены на три части и регулируются по углу наклона. Mercedes обещает легкий доступ на галерку. Volkswagen открыл шанхайский автосалон с конференцией под названием «Вечер кроссоверов». Серийный Terramont X отличается от известного нам Terramont фарами, укороченным задним свесом, более сильным наклоном задней стойки и строго пятиместным салоном. Китайский Terramont X оснащен двухлитровой турбо-четверкой мощностью 220 лошадиных сил или турбомотором V6 2.5 с отдачей почти в 300 сил. Для местного рынка модели Terramont X будет выпускать совместный завод Saig Volkswagen. Еще одно партнерское предприятие с компанией Fav займется другими кроссоверами. Первый из них незатейливо назван SUV Coupé Concept и основан на местной модели Tyron, которая в свою очередь близка к глобальному Тигуану. Поэтому под капотом у Concept известный турбомотор на 220 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Второй шоукар под названием SMV Concept – это аналог Terramont длиной 5 метров 10 сантиметров. Здесь также три ряда сидений и моторы объемом 2 или 2,5 литра. Главной новинкой Volkswagen в Шанхае стал электрический концепт-кар ID Rooms. Будущий глобальный кроссовер построен, разумеется, на модульной платформе MEB, которая послужит основой для широкого семейства электрокаров. Машина станет серийной уже через два года. Первым делом модель выйдет на рынок Китая, но далее везде. Китай уже сейчас вносит существенный вклад в лидирующие мировые технологии мобильности. Более того, Китай – единственная крупная экономика в мире, где принят четкий план – превратить электромобили в новый стандарт. Известно, что в длину ID Rooms вымахал до 5 метров, что делает его соразмерным с паркетником Terramont. Два электродвигателя на обеих осях выдают 306 лошадиных сил, а ускорение с места до 100 км в час занимает 6,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км в час. Батарея емкостью 82 кВт-часа обеспечит запас хода в 450 км. Если все пойдет по плану, то уже через три года группа Volkswagen предложит 27 электрических моделей только на платформе MEB, а выпускать их будут заводы в Германии, Китае и США. Электрический концепт Audi EMI предвещает автомобильное будущее, в котором машины будут не покупать, а арендовать по подписке. Автономные автомобили – это шанс разработать новое портфолио. В прошлом наша линейка основывалась на сегментах рынка. Беспилотники же могут быть ближе к запросам клиентов. Мы называем их случаями использования. В случае EMI это городская среда, поэтому машина заточена на скорости от 20 до 70 км в час. Один электромотор развивает 170 лошадиных сил, а батарея вмещает 65 кВт-часов. В основу концепта, конечно же, легла фольксвагенская платформа MEB. Приставка AI, то есть Artificial Intellect, здесь означает декларацию о намерениях. Так будут называться все Audi с автопилотом четвертого уровня. Первый для марки Lexus Minivan LM ожидаемо оказался перелицованной моделью Toyota Alphard. В отличие от нее, в салоне Lexus появилась лимузинная перегородка, в которую встроен 26-дюймовый монитор. Сообщают, что ради пущего комфорта доработана и подвеска. LM предложат с двумя двигателями. Версия LM350 – это атмосферный бензиновый V6 3.5 мощностью 300 сил. А версия 300H – это 200-сильный гибрид с мотором 2.5. Привод – передний или полный. В будущем Lexus планирует выпустить 7-местный вариант с тремя рядами кресел. Модель адресована в первую очередь Китаю и Юго-Восточной Азии. А в России такой Lexus не появится. Nissan представил в Шанхае новое поколение седана Silphi. Предыдущую модель образца 2012 года для России адаптировали как Centro. А позапрошлый кузов 2005 года с упрощенной платформой B0 от Логана у нас известен как Nissan Almera. Обе машины на нашем рынке не прижились. Но в Китае Silphi – это бестселлер, с ежегодным тиражом почти в полмиллиона машин. Новая модель прибавила сантиметр длины и колесной базы. В салоне изящная двухцветная панель, круглые дефлекторы вентиляции и 8-дюймовый дисплей медиасистемы. Платформа Nissan V модернизирована. Кузов стал жестче, центр тяжести – ниже. Обновлен и атмосферный двигатель HR16DE, который при объеме 1.6 развивает 139 л.с. В паре с ним работает вариатор X-Tronic. В Китае машина поступит в продажу летом. Марка Infiniti выставила в Шанхае концепт-кар Q-Ace Inspiration, то есть вдохновение. Проект демонстрирует возможности новой команды дизайнеров. Два года назад подразделение возглавил Карим Хабиб – 49-летний ливанец, ранее отвечавший за стиль автомобилей BMW. Просторный салон уставлен мониторами, а подсветка меняется в зависимости от режимов движения. Задние сидения отворачиваются на 15 градусов, чтобы облегчить посадку. В основе концепта лежит модульная платформа с двумя электромоторами на обеих осях и тяговой батареей под полом. Однако серийная машина на основе QS получит не только электрический, но и последовательный гибридный привод e-Power, а значит полностью отказаться от бензинового мотора конструкторы не смогут. Серийный автомобиль Infiniti на этой платформе выйдет в 2021 году. Компания Geely представила в Шанхае умопомрачительный концепт-кар Preface, то есть предисловие. На автосалоне модель представлял ее разработчик – вице-президент студии Geely Design Shanghai Гай Бергойн, который ранее работал в Volvo. Хартоп лишен средней стойки кузова, а безрамочные задние двери открываются против хода. Таким создатели увидели персонализированный спортивный седан китайской марки. На языке вертится слово «премиум», но Geely старательно обходит его, используя английское сочетание «high-end», которое обычно означает «технологичные товары высшего качества». Geely обращает внимание на решетку радиатора, которая стала шире и выше, чем у прежних моделей. Над вогнутыми вертикальными планками будто парит новая эмблема. С нынешнего года Geely представляет себя именно таким логотипом. О технике ничего не говорят, но вскользь упоминают, что в основе машины лежит совместная с Volvo модульная платформа CMA, то есть компактная модульная архитектура. Нынешний флагман Geely, известный у нас как M-Grant GT, построен на собственной китайской тележке, а вот его сменщик, очевидно, переедет на более прогрессивную европизированную платформу. О модной электротяге ни слова, но к 2022 году Geely собирается электрифицировать все свои модели путем внедрения мягких или полных гибридных установок. Жемчужный стенд до марки Хавейл на автосалоне в Шанхае стал концепт Vision 2025. В лучших традициях технократии проект щеголяет навигационные системы дополненной реальности, дисплеем с динамическим отображением на ветровом стекле и сопряженным смарт-браслетом. Карту-ключ инженеры заменили на функцию распознавания лиц. Автомобиль способен запомнить удобное положение водительского сидения, данные о его здоровье, любимую музыку и другие индивидуальные параметры. О силовой установке инженеры ничего не говорят, поэтому название концепта, очевидно, отсылает нас в год, когда у марки Хавейл появятся гибриды, электрокары и автопилоты. В России же Хавейл готовится к запуску уже построенного в Тульской области завода. Первой локализованной моделью станет кроссовер F7. Следом на конвейер станет его купеобразная версия F7X. Старт продаж намечен на сентябрь. А третьим в очереди значится рамный Хавейл H9, рестайлинговая версия которого дебютировала на шанхайском автосалоне. Машина отличается новой решеткой, фарами и бамперами. В салоне появилась цифровая приборная панель и сенсорный экран медиасистемы. Наконец, в Россию могут вернуться пикапы материнской для Хавейла марки Gridwall. Новую модель пока условно называют PAO или P-серией. Хотя официального латинизированного названия нет, зато мы знаем, что семейство базируется на платформе P-71, предназначенной также для внедорожника Хавейл H9 следующего поколения, которую как раз будут выпускать в России. Базовые пикапы получат неразрезной задний мост и задний привод, а на дорогие установят независимую заднюю многорычажку и полный привод с блокировками всех дифференциалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова